Добрый день, дамы и господа! С вами Лилия Павловна Ковыленко. В прошлом видео я как бы обещала вам, что мы будем говорить о том, что у женщины 5 ролей, у мужчины меньше 3 роли. Сегодня будем говорить только о девочках, женщинах. Ну, в общем-то, до 12 лет мы научаемся в своей семье. Вот поэтому, когда кто следит за моими лекциями или беседами по этикету, я все время повторяю, что с 12 лет мы обращаемся на вы. Это значит, что, в принципе, уже пришло сексуальное созревание, человек становится личностью, он по-другому осознает мир и людей вокруг себя, он в социуме, и мы должны ориентировать его, как вести себя в социуме. Девочку. Кстати, сказать, если вязать русское дворянство, то можно абсолютно точно сказать, что до 12 лет дворянские дети знали очень много. Они знали не менее пяти языков. Они умели каллиграфически писать и правильно излагать свои мысли, что устно, что письменно. Они могли уже общаться, их старались объединить, в общем-то, на каких-то встречах с девочками. Они знали, как себя надо вести со старшими. То есть основы жизни уже были заложены. И попроще, не попроще. Девочку учили вышивать. У нее всегда были пяльца, музыка, пение. Есть голоса, нет, пой, разобьется. Рисование. Точно так же это касалось и мальчиков. И обязательно предусматривались какие-то спортивные игры. Всевозможные. До конного спорта, ну это не спорт было, а просто поездки, прогулки, все что угодно для того, чтобы человек был физически развит. Поэтому, наверное, терпение, терпение, терпение. Вера позволила царской семье так пройти все испытания перед тем, что с ними давно было произойти. Они понимали, что это может произойти, но никто об этом не говорил. Никто не ныл. Все спокойно делали свое дело. Каждый день выходили одетые, приведенные в порядок, к завтраку, и продолжался день. У каждого были свои обязанности. Вот такой человек вот так воспитан. В крестьянских семьях было, как вы понимаете, не легче. За всеми были закреплены очень четкие тоже обязанности, физические, эстетические, умели великолепно петь, многоголосие. Все готовились к будущей жизни в социуме. И вот это вот как бы объединение между социумом и созданием семьи. Я уже могу сам. Я уже могу сама. Я уже знаю, как это делать. Меня уже научили. И женщина выполняет несколько ролей, когда она выходит замуж. Первая ее роль, это самая главная роль, это роль жены. Жена хорошо общается с мужем. Она его разум поднимает. Она объясняет, для чего они вместе, какие цели у семьи, у него. Она все время как-то, знаете, этот корабль так ведет, незаметно, незаметно. Ну, как говорят, что за каждым великим мужчиной стоит не менее, с мужчиной стоит не менее великая женщина. Вот эта женщина, которую умеют руководить. Если она такая, у нее будет хорошая семья. Общение с женщиной опасно для мужчины, потому что женщина затрагивает только его чувства. А жена разум. Но мужчина, как и женщина, в течение жизни бывают в разные ситуации. А одна из ситуаций, это ранение, болезни, слабость какая-то. И вот здесь женщина должна показать и перейти в роль матери. Это сложная роль. Это не всякая женщина выдерживает, это вы великолепно знаете. Многие хлопают дверью, объясняют опять же, есть развод, да почему это на свою жизнь, с инвалидами и так далее. А любовь иногда поднимает. Не только любовь, и все вместе семья. Семья поднимает, лечит любовью. Это потрясающее чувство, когда мужчина осознает, что не только в радости, что не только ради подарков, что не только ради домов. А есть еще какие-то моменты, когда он может надеяться на ту королеву, которую он выбрал из многих. А для нее это определенная еще одна роль. Значит, уже как бы три роли. Да, ну не совсем женщина, жена, это надо варьировать. Это одна и та же. Она везде одна и та же, как вы понимаете. Но бывают моменты, когда мужчина из своей слабости выходит, у него все складывается удивительно здорово. Все получается. Он идет вверх. Либо наоборот, может быть, где-то надо его поддержать, а она начинает жужжать, начинает все время пилить, пилить, пилить. Мужчина это не выдерживает. И, в общем-то, слава Богу, что есть разводы, потому что, наверное, мог бы и убить. Вот здесь, чтобы этого не случилось, небитая женщина, это та женщина, которая в браке, в такой момент может моментально переключиться и стать дочкой. Покорной дочкой. На какой-то период она становится дочкой. ее не бьют. Ее, опять же, целуют, ласкают и понимают, что это та душа рядом, которая нужна. Вот как интересно, да, сколько у нас ролей. И, безусловно, есть еще одна такая роль, как бы вот незаметная. но каждый из мужчин, наверное, эту роль тоже замечал. Да и мы это замечаем. Мы замечаем все свои роли, только мы, быть, не раскладываем их по полочкам. Роль сестры. Мы знаем великолепно. У нас в голове тут этот компьютер, файлы сбились, восстановились. Мужчина не заморачивается. Он забывает день свадьбы. Он забывает любимые духи. Он забывает, о чем она там просила. У него глобальные цели. Женщина сама его не целила. Она его до этих мелочей не допускает. Она его не допускает там. Магазин в подписку. Там что-то еще. Вот так вот я велела. А он, ну, забыл. Что-то забыл. Не позвонил по телефону, не сориентировался. И вот тут женщина выступает в роли сестры. Это друзья. Это друзья, которые умеют прощать друг друга. Вот там годовенное какое-то там вот. «Ой, ой, ой, вот как ты мог?» И стоп. Это остановилось. Сестра и брат так себя не ведут. Они подсказывают друг другу. Они как-то примеряются и довольствуются. ну, какой-то обменами груши там каких-то. И все хорошо. Ну и, конечно, очень мощная роль. Это роль любовницы. Вот здесь мы идем на поводу запада. Да безусловно. Ну, для этого создается бракник. Для того, чтобы женщина была только любовницей. У женщины в голове все очень четко. Для того, как придумали все, 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 все противозачаточное средство, женщина, выходя замуж, она понимала, что она выходит прежде всего для того, чтобы создать семью и родить ребенка. Мужчина, ну, вы же знаете, мужчина, он в определенный период романтика. Потом, когда вот эта вот клетка закрывается, первое его впечатление попало в тюрьму. А что дальше? Что ж теперь так и должен потакать? Вот что это такое? Вот что это я буду за ней ходить, сумки носить, там, что-то еще сумку, кстати, сказать, никогда не надо носить, только пакеты. Мы тоже об этом говорили. Но, вот как должен вести себя мужчина, об этом мы поговорим в следующем видео. А вот то, что перекос очень мощный, мужчина должен вот эту роль свою, которую я вам скажу в следующем видео выполнять, очень обязательно он должен думать о том, чтобы семья ни одного дня не страдала, если он здоров. Она не должна ни в чем нуждаться. Женщина платит сексом. Он деньги, а на секс, он деньги, а на секс. Все. Распадается вот эта вот жена, мать, становится одна женщина, которая воздействует на чувства, а возраст-то идет, а там определенные возникают какие-то сексуальные осложнения, поиски новой или поиски нового. Держитесь своих ролей. милые, милые друзья, у каждого есть свои роли по жизни? Давайте стараться их придерживаться. Не получится, как получится. Есть разводы. Но мы не на это настраиваем себя. Мы настраиваем себя на счастливую, долгую жизнь. Я вот где-то сейчас читала, что люди браки 70 с чем-то лет. А? Идеалы. Всего вам доброго. Сегодня все. Субтитры Субтитры Субтитры